Всем большой привет! Я надеюсь, что с дикцией моей будет более-менее все нормально. Даже если вы заметите что-то нестандартное, простите, пожалуйста, я после стомоголога и анестезия еще не совсем до конца прошла. Хочу в этом видео показать вам все покупки, которые совершила в последнее время. И начну вот с такого уксуса для волос. Это малиновый уксус, который я покупала в подружке. И я уже три раза успела им воспользоваться. Мне он очень понравился. У меня никогда не было такого средства. Я знаю, что в Фроша есть уксус тоже для волос, для блеска. Я заметила, что волосы после применения этого средства становятся более мягкими. Действительно так. А еще я хотела на самом деле показать вам. Смотрите, какой маникюр сделала. У меня каким-то волшебным образом оказалось в коллекции уже, по-моему, около четырех лаков зеленых оттенков. Итак, непосредственно этот маникюр я выполнила вот этим базовым оттенком от Essence. Тоже ловила в распродажной корзине. Видите название? Уберу его из кадра. Это не новинка. Просто мало ли. Если кому-то интересно. И поверх я нанесла вот такой вот топ. 06. Glitter in the air. Это серия peel off. Если помните, тоже глиттер, который потом легко, по идее, должен сниматься с покрытия. Давайте еще чуть поближе вот так вот покажу. Ну, в общем, развлекаюсь как могу. Правда, единственное, вот пыталась тут открыть упаковку, немножечко сколола, но я думаю, ничего страшного. Приступим к следующим моим покупкам. Не представляете, нашла на Valberis вот такой вот крем. И я его очень люблю. Крем на основе конопляного масла в Abadi Shop. Это остатки, которые распродают, видимо, со складов. В общем-то, срок годности до декабря следующего года. Поэтому я решила купить. Цена была очень выгодная для такого объема. Единственное, наверное, первые четыре применения, да, первые четыре порции, которые я выдавливала, они немного странно пахли, как будто тестом. Но просто этот крем никогда не пах какими-то цветочками. Поэтому, ну, я решила, что окей, посмотрю, что будет дальше. Сейчас он уже лучше пахнет. Пахнет, как раньше, вот этим вот основой какой-то конопляного масла. Она какая-то странная. Но я его люблю не за аромат, я его люблю за его эффект. Это чудодейственный крем на период зимних морозов. Я помню, как его обнаружила случайно. Буквально мы забежали с подружкой в магазин. У меня руки все были красные от мороза в микротрещинках. И я просто быстренько помыла руки в торговом центре и зашла в бодишоп. Схватила первый попавшийся крем для рук и нанесла его. И просто на глазах у меня мои руки стали похожи на руки нормального человека. Поэтому вот таким образом я его случайно буквально для себя открыла. И по сей день остаюсь ему верна. Единственное, что его уже не найти. Но вот на Валберис можно пока еще найти. Очередной зеленый лак с золотым шиммером. Очень-очень симпатичный. Он классно смотрится именно в два слоя. Если не ошибаюсь, в предыдущем видео я, кажется, была в нем. Но могу соврать. Так, в общем, оттенок тон 0,8. Серия Fairy Tail. Ну, очень классно. И, если честно, последние вот эти вот покупки, в принципе, все покупки, которые я сегодня вам покажу, они куплены из распродажных корзин, либо на каких-то распродажах. Как-то не могу я себя держать в последние пару месяцев от покупок выгодных. Поэтому, да, что-то я под конец года накупила всего клей для ресниц от Essence. Правда, ни разу еще не успела воспользоваться. Нормальный срок, все абсолютно нормально с ним. Вот, просто у меня есть ресницы, которые мне подарила моя подруга. И мне никак ими не воспользоваться, потому что у меня нет клея. Ну вот, теперь у меня есть клей. И я надеюсь, возможно, кстати, на новогодних праздниках сделала себе что-нибудь такое эдакое. Нет косметик. Опять же, у них есть стойки со средствами, которые идут с хорошими скидками. Макс Фактор уходит с российского рынка или уже ушел. Вот, собственно, некоторые товары были с очень хорошей скидкой. Вот этот тон стоил всего лишь 300 рублей. Помимо этого, он абсолютно легкий. Я в последнее время, в принципе, тоном не пользовалась. Но в зимнее время я им пользуюсь, чтобы создать какой-то приятный оттенок кожи на лице. Придать какую-то, знаете, живость лицу. В общем, он идет с гиалуроновой кислотой и с витамином С. На самом деле, вот я вот сейчас вот разнесла. Мне кажется, видно, что он даже чуть-чуть с теплинкой под тон. Хотя изначально светлый в тубе. Видимо, он моментально как-то окисляется на коже. Поэтому я его либо очень тщательно распределяю. И в целом он хорошо и нормально смотрится. Либо разбавляю его вот с таким вот BB от Arborian, который супер-супер светлый. И тогда они прекрасно смотрятся вместе. В подружке в корзине нашла вот такой вот карандаш для бровей от марки NYX. Всего лишь за 349 рублей. У него достаточно темный оттенок. Он, конечно, указан как black, но он, конечно же, не абсолютно черный. У него такой, знаете, холодный потон. Как-то на камеру, может, он и смотрится черноватым. Но поверьте мне, он просто очень холодный, но не супер графитово-черный. И с этой стороны у него есть кисточка. Я даже один раз уже им воспользовалась. Там достаточно продукта. И сейчас я пользуюсь карандашом для бровей от Kat Von D. Мне очень нравится этот карандаш. Но, к сожалению, их уже тоже нет. Приобрела вот такие масочки. Тоже они там были под скидки. В Align, мне кажется, так вообще досталось мне за 25 рублей. Вот эту марку очень люблю. Знаете, уже не первый раз рассказываю вам про нее. Еще один, кстати, продукт от NYX. Это база под тенем. У нее тоже нормальный там срок. Еще есть достаточно времени, чтобы воспользоваться ею. Но у меня есть сейчас открытая база, поэтому не хочу ее открывать. Подружки. Опять же, в распродажной корзине взяла себе помаду от Maybelline. У нее такой, по-моему, подходящий срок, аля там в следующем году, кажется, истекает. Но, знаете, с помадами, тем более такими с матовыми текстурами, я не думаю, что что-то произойдет. Очень насыщенный оттенок. Сейчас сделаю сводч. Абсолютно новенький. Конечно, иногда вот так вот смотришь, некоторые сводчат не тестер, поэтому я обязательно перед покупкой проверяю, чтобы все было новенькое. Очень красивый такой, темный, немного сливовый даже, да, оттенок. Хотя в стике смотрится бордовым. Мне кажется, кстати, на новогодние праздники можно будет воспользоваться. Две пасты покупала в фамилии. Я зашла в фамилию, в которой было огромное количество разных видов паст. Хотя здесь наклеено, что это японские технологии. Сама паста из Таиланда. А вот эта паста, она из Индии. Приятные цены. Вот это за 179 рублей. Вот это вот так 169. Совсем недорого. Хорошие. Мне кажется, выгодная стоимость для таких паст. Все в эти выходные. Я зашла в золотое яблоко. И посмотрите. Вот эти маски. Они очень хорошие по составу. Но при этом у них выгодная очень стоимость. Они буквально там по 27 рублей 90 копеек, кажется, стоят. Они в золотом яблоке. Но это совсем прям даром. Повторюсь. Марка классная. Составы тоже в целом хорошие. Отсутствует алкоголь. Я, наверное, уберу из кадра. Почему я набрала так много? Я обычно на Новый год коллегам своим делаю небольшие презентики. Обычно как раз таки в виде масок. И все уже ждут меня. Такой небольшой сюрприз. Есть, допустим, масочка и какое-нибудь пожелание в виде записочки, которую надо будет вытягивать из шкатулки, либо из красивого пакетика. В общем, я еще подумаю. Какой-нибудь такой чисто символический сюрприз. У нас такой достаточно большой коллектив. Мы все очень дружные, девушки очень приятные. И хочется сделать какую-то мелочь просто символическую. Заглянула я в золотое яблоко. У них, кстати, тоже есть отдельные корзины с распродажными средствами. И что же я нашла непосредственно в корзинах? В корзинке я нашла вот такую вот тенюшку от Кика Милана в красивенном оттенке. Сейчас покажу вам все. Она стоила всего лишь 299 рублей. Я, конечно, думала, может, она мне не нужна. Но подружка, которая гуляла со мной, она совсем не наносит макияж. Но она посмеялась, что если ты не купишь, куплю я. Смотрите, какой красивый оттенок. Он прям сияющий, блестящий. Давайте сделаем сводч. Ох, я еще не пробовала. Он такой прям. У него очень-очень мелкодисперсное сияние. Очень красиво смотрится. И цвет такой насыщенный. Я думаю, что можно будет и смоки, и стрелочки рисовать красиво. Помимо этого, заглянула на стенд косметики Red. Почему-то я думала, что она изготавливается в Канаде. Но нет, это Корея. В общем, это очень симпатичные тени. Сейчас покажу вам. Мне кажется, они тоже, кстати, были на распродаже по скидке. Там их всего три оттенка. Именно вот этот, 001, был по скидке. Они стоили всего лишь 309 рублей. Вот такие вот крупные блесточки. Можно распределить. И вот эти блестки, они застывают. То есть можно и таким образом все оставить в целом. Но я думаю, что на какую-нибудь легкую базу в любом случае буду наносить. Ну, даже если, например, легкие золотистые тени, стрелочку или розоватые тени. А поверх вот такой вот глиттер. Сразу, да, чувствуется, что приближается новогоднее настроение. И это не все. Я заглянула в Ривгош. А у нас здесь в Ривгош в пассаже есть Корнер Мак. Понятно, что Мак не обновляют свою коллекцию на данный момент в России. Но они потихонечку распродают то, что имеется в запасах. И на некоторые позиции была 40% скидка. Я, конечно же, не смогла сдержаться. Приобрела вот такие вот волшебные тени. Почему же они волшебные? Сейчас вы все поймете сами. Одно оформление чего только стоит. Смотрите, какая красота. Очень красивый золотой оттенок. И на самом деле эти тени можно наносить в виде глиттера. Вот так вот они смотрятся. Боже, как они красиво сияют. Можно нанести влажным способом. И тогда сияние будет супер плотное. Но мне кажется, такое золото это слишком. Если наносить на все веко. А в виде акцента в уголочке глаз. Либо вот такого вот сияния поверх века. Мне кажется, будет смотреться супер. У меня есть тени от Givenchy. Вот с таким вот примерно сиянием. Только они идут на кремовой прозрачной базе. И я думаю, что еще немного они, наверное, закончатся. Ну как, их, конечно, еще прилично много. А давайте я все так и покажу. И как раз уж вспомнила про них. Я, наверное, соберусь и засниму видео со всеми сияшками, которые у меня есть. Такое, знаете, новогоднее настроение. В общем, это очень давние тени, которые у меня в коллекции находятся. Им уже много лет. Но, несмотря на это, они прекрасно себя ведут. Можно увидеть, как я их люблю. Достаточно много средств уже использовано. У меня сейчас ногти, поэтому мне не залезть. Давайте вот кистью покажу. Конечно, от Givenchy сияние, оно такое более холодное. К сожалению, камера не очень передает. Это просто волшебное сияние. Отдельные блестки. Это очень дорого смотрится. У MAC золотистое сияние больше идет в теплинку. Но все равно мне тоже очень нравится. Второе средство, которое я приобрела в Корнере MAC. Вот такая вот шикарная помада. Оттенок вот так вот называется. Посмотрите, как выглядит упаковка. Это лимитированная, кстати, коллекция. Очень приятный консультант девушка. Помогала подбирать средства. Вот так вот выглядит упаковка. Хочу еще поближе вам показать. Смотрите, как красиво орнамент. Это, кстати, не наклейка. Это прямо гравировочка получается на упаковке. И смотрите, как выглядит еще внутри футляр. Конечно же, оттенок помады. Насыщенный вот такой. Он мне чем-то напомнил мою помаду от Kat Von D, которая заканчивается. У меня там буквально внутри колпачка что-то осталось. Ну что ж, момент истины. Давайте сделаем сводч. Какой красивый, насыщенный оттенок. Да, супер. Ну и давайте, раз уж мы вместе рассматриваем эти покупки, я сравню с помадой Kat Von D. Такое неторопливое видео у нас получилось, надеюсь. Вы никуда не спешите. Так, оттенок Gexagram. Это помада еще из старой коллекции. И вот, видите, ее осталось тут не очень много, поэтому использую я ее сейчас кистью. Покупала, мне ее дарили, мне ее подарили, привозили из Греции. Вот, видите, правда очень похоже. Правда? Единственное, наверное, у MAC более плотная текстура. Но опять же, MAC я наносила из стика, а Kat Von D я нанесла кистью. Мне кажется, они очень похожи. Если не близняшки, то прям родные сестры. Вот такие вот покупочки я совершила в эти пару месяцев. Что-то за последние буквально выходные. Очень хочу вам показать красивый зимний Петербург. Прогуляемся с вами по магазинам, по улочкам. Вздокман уже открылась рождественская ярмарка с красивой посудой. Новогодним настроением, всякими украшалками для елочек, для дома. Поэтому, если интересно, оставайтесь со мной. Также прогуляемся с вами во дворике музея Ахматовой. Сейчас там уже, на самом деле, несколько лет. Находится экспозиция, посвященная Бродскому. Прямо под открытым небом. И была вчера такая волшебная просто погода. Мне кажется, самая подходящая для этой экспозиции. Поэтому небольшой кусочек тоже обязательно вставлю. А на этом прощаюсь с вами. Всем пока-пока и до новых встреч. Вот такой сегодня макияж. Мне нравится, вы знаете, в зимний период наносить огромное количество блестяшек. Но губах помада от Мак. Она у меня ассоциируется с Новым годом, потому что я ее носила как-то в новогоднюю ночь. Смотрите еще, какой у меня милый олененок брошь. И вот еще хотела показать. У меня вот браслетик мне дарил мой Тайный Санта в виде елочки. Ну что ж, макияж выполнила. Сейчас пойдем гулять. Вот так вот он выглядит поближе. А на улице не поверите. Просто хлопьями валит снег. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok